здравствуйте друзья у нас тут вы знаете в кремниевой долине жилье дорогое все говорят что в калифорнии дорогое но не во всей у нас это дорого и последнее время пошла такая мода на строительство таких более бюджетных всяких проектов вот таунхаузы или там townhome их называют и мы сейчас приехали на фактически не то чтобы настройку хотя там еще достраивается вы видите там достраивается а вот здесь распродается вот такая можно сказать комьюнити у нас так принято называть комьюнити вот и мы пойдем друзья расскажем вам что у нас тут есть из бюджет ненького но новенького так новенького я бюджет ненький друзья это это юмор это юмор не поймите привратно так тут такое ощущение что не достроили еще до такие а давай это интересно когда не достроили сейчас мы через забор то друзья мы-то люди советские мы забором знаете не не можем так сильно озаботиться ну что за забором вот пожалуйста это будущее так сказать кремниевой долины бюджет ненькую и так хорошо идем вот сюда там у них селс-центр обычно в селс-центре какая-нибудь схема развития какие типы квартир бывают ну как все эти таунхаузы по площади по отделке по стоимости и так далее вот пожалуйста шарики воздушные цветочки я честно говоря не знаю вот цветочки наверное когда уже люди будут жить цветочки уже не не обязательно будут цвести это кто-то должен их заменять там правда как не настоящий нет не нужно настоящий ну сейчас пока не продали понятно кто поливает тут кто хочет продать а так ну посмотрим вот а чё не такой металл тут положили даже ты господи все культурно заходим это не учитывается только что в доме столько ступенек ну да то есть инвалид только сюда может зайти а уже в дом не поднимется убедить у них есть два плана слева план один у него 3 бедрома два с половиной басрума 1556 квадратных футов и цена у него в миллион 490 вот они по этой цене продают вот миллион 490 это то что продано у этого на один бедрум больше так 3 и на один басрум больше 4 бедрум это исполнил басрума он всего на 100 тысяч дороже пример тот они по миллион 600 их продают и нам разрешили посмотреть мы сейчас пойдем посмотрим сейчас ничего как ничего в данный момент они не продают у них нету но еще 15 на подходе 42 построены и уже проданы а еще 15 на подходе и пожалуйста вот можно смотреть как выглядит а мы и сами посмотрим друзья и вам покажем вот пожалуйста написано что тут у нас заходи сюда вы так и как сказано друзья так мы и заходим сколько штамм этажей то в этом это план один это 3b 3 бедрума маска на басрума сколько штамм этажей они видно что три этажа то есть вот так ну 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 наверно все три давай посмотрим как это укладывается в три этажа я честно говоря не очень вот так и укладывается так ну давай дверь откроем вот так друзья только зашел сразу раз и лестница ну давайте мы посмотрим что до лестницы до лестницы вообще ничего просто ливенский очень маленький ну тут я не знаю 8 когда ну да тут совсем скромненько давай уголок сюда зайду вот я бы назвал это предбанником с видом на магистраль так так что вот эти двери а это дверь в гараж сюда попробую что у нас с гаражом то есть пришел приехал в гараж закрыта закрыта приехал в гараж разделся и потом наверх и потом на первом этаже можно только раздеться фактически и запарковаться так хорошо не показывают гараж будем думать что там все хорошо за гаражом что ой друзья здравствуйте так ну в чем в чем нельзя отказать в том что хороший у них стейджинг мастерский сделан профессионально стейджинг замечательный так 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 ну вот так такой замечательный open space и тут вот дальше идет на третий этаж увидите лестница но здесь замечательный open space красивый пол прекрасный да подожди это прямо как на мрамор похоже обычном из мрамора не делают мрамор очень мягкий камень делают из гранита но может быть может быть почему нет вот тоже плиточка я сказал плиточка скромная но может быть с точки зрения дизайна это то что надо вот плиточка скромная не выпендриваются с плиточкой потолок тут что 9 футов обратите внимание что вот например у нас вот она там где мы строим дом да да тоже идет family room dining и кухня да у нас намного больше там место ну слушай три уровня это ведь еще лестница сожрать должна место правильно то есть ты можешь сказать что у тебя сколько-то там скверфит но но у тебя же еще лестница тут туалетик так он скромненько вписан так вот но половиночка а внизу я не помню там был туалет не было то есть сидя смотреть то есть впереди у нас еще два туалета видимо один будет мастер-бэдроме а второй так все это впереди идем друзья и это у нас полтора миллиона так идем дальше тут это мы в обуви тут вообще босиком надо ходить ведь тут хороший такой карты мяки зеркало чтоб никак не было кластрофобичного такого ощущения оп пришли на третий этаж ой стиралка сушила ой как интересно они их да это так в кондоминиумах делать в квартирах так делать один на другой ставят хорошо так тут вообще на путина похож вот этот смотри чисто вот ванировать так ну это так мы вне мы вне политики так значит это показывает видимо часовые время в разных часовых поясах если кому интересно там сейчас многие работают так зайцы живет тут а вот сорсинг в индии и в бразилии вот ему трое часов я сказал хороший хороший дизайнер работал картинка для места мало места мало давайте глянем в окно что у нас глянул за инка в окно мы с тобой вместе пошли стало за инки темно темно стало за инки от такого-то да ну конечно хотя бы ты в чужие окна смотришь они на дорогу да да чужие окна гораздо интереснее чем какая-то дорога так идем дальше тут это видимо мастер бедрум тут у него смотрите и в окон козит надо сказать что в окон козит безобразно мал просто сказочно мал тут же вот у них щиток этот как прямо это не щиток вот разводка это интернет коммутационная панель на данные на это не электрическая панель нет нет конечно конечно очень щиток я не сделал что электрический щиток я не могу что такая коммуникационная панель туалет это мастер бедрум хорошо значит мастер бедруме туалет ну он очень милый но по размеру может сказать что сиротский так так бы я характеризовал мне нравится на полу это плиточка да так поблескивает хорошо но в общем да мило мило то есть вполне дизайн соответствует как бы соответствует строительству вот как смысле дизайна интерьера да все они так красиво все мило сюда музыка у них тут играет чтобы нас развлекать пока будут ходим так и там еще один bedroom должен быть и еще один туалет судя по тому что было написано вот еще один туалет тоже тоже скажем так сиротская несколько что отличительной особенностью этого туалета является простор нет простором тут не пахнет пахнет каким-то чем-то тут пахнет и специально брызгают чтобы пахло да ну что и ванны тоже такие знаете в этой ванне разве что постираться младенца купать да самому вот я не залез бы не знаю как ты спит да нет они мелкие здесь вот кстати это интересно почему-то вот когда мы жили еще в советском союзе да там ванна хорово да там можно было можно было погрузиться да тут ванна ниже колена и ничего на чем она отличается от душа не очень понятно да малюсенькие а столиже нет вообще никакую то есть вот фактически на весь дом это три вот может быть гараже там люди очень хранят тесно тесно чего-то я не заглядел нет значит так спальня 1 спальня 2 спальня 3 это мы еще думали туалет там половину туалет и ой ну да это мы видели стиральная сушильная собственно все и надо сказать что здесь что как бы хорошо значит мышцы в ног будут развиваться пожарок начнешь носиться с первого этажа на третий и мышцы развивать я жил в хрущевском доме с родителями и когда мальчиком мы туда приехали мне было четыре года так я на пятый этаж вот мы же на пятом этаже без гифта естественно и вот я бегал бегал у меня до сих пор ноги как я напрягу как как стали это все с тех пор друзья так что белье класть может быть вот под телевизор ну-ка тоже по телевизор кладет белье ну-ка откроешь ты нет но тут ничего не стоит я шучу обычно висят там стоит что такое но даже тут нет линен клость такого самого обыкновенного зато света есть выпить закусить вот на винцо винцо есть трюфельное масло да друзья трус не играет хоккей бедный не покупает нового жилья кремниевой долины я бы уже выбирала если вот тот первый дом и вот это таунхаус я бы уже выбрал тот дом за те же деньги ну миллион четыреста миллион триста чем-то но там как как-то хоть есть там 100 тысяч дешевле земля есть там земля себе там то можете достроить поставить себе шкаф какой-то на улице куда вещи склад ну как тут вообще не повернуться а тут же сейчас и шишина выплатить да надо еще ассоциацию платить и это находится в довольно индустриальном месте то есть тут со всех сторон в общем-то трафик и корпорации всякие большие здания это не это не жилой особо район да все спасибо идем а